Как сегодня проектируют краевые трассы и следят за качеством работ? В преддверии профессионального праздника дорожники рассказали о новых методах своей работы и технологиях, которые они взяли на вооружение. В сердце транспортных артерий региона побывал Александр Григоров. На Ставрополье более 4000 километров автомобильных дорог. И с каждым годом эта цифра только увеличивается. За тем, чтобы асфальт отвечал всем современным требованиям, был качественным, а самое главное прослужил долго, следят в дирекции строящихся автомобильных дорог. Куда бы ни вела новая краевая автодорога, начинается она именно здесь, в отделе проектирования. Сейчас тут работают на современной трассе Новопавловск-Пятигорск. В зависимости от объемов работы, от протяженности и опять-таки от наличия всех этих коммуникаций. Два, три, четыре месяца. Где-то так. После отдела проектирования рабочий процесс перемещается в лабораторию. На начальном этапе здесь определяют качество асфальта, который станет основой будущей дороги. Это помещение у нас предназначено для испытания сыпучих материалов. Это грунт, это песчаногравийные смеси, это щебень. Если состав соответствует нормам на изготовление дорожного покрытия, дают добро. На следующем этапе тестируют уже готовый бетон. Мощнейшим прессом проверяют, какую нагрузку способен выдержать материал. Пошло разрушение этого бетона. Все. Бетон качественный. Далее проверяют устойчивость бетона к перепадам температур. Его сначала охлаждают до минус 50, потом нагревают и так несколько раз. С помощью такой резкой смены климата определяют, сможет ли дорожное покрытие пережить суровую зиму. Если бетон выдержал эти количество циклов, вот пишется, такая, значит, разрушающая часть. Экскурсию по лаборатории проводит Дмитрий Рыжов. Он работает в дорожной отрасли с начала 2000-х. Инженер шутит, что отличить хороший асфальт от плохого он может буквально с первого взгляда. На одном из финальных этапов, рассказывает мужчина, качество бетона проверяют с помощью имитации езды на этом приборе. Именно после такой процедуры и выносят окончательный вердикт, годится асфальт или нет. В районе 6-7 часов вот так оно катается. Это довольно-таки нудно. Но есть люди, которым нравится наблюдать. Виталий, как активно. И релакс. Новая лаборатория открылась недавно. Благодаря современному оборудованию весь процесс проверки качества бетона сократился в несколько раз. Сейчас мы это можем делать практически в течение одного дня. Выезжать на место, проверять и давать разрешение на последующую укладку. То есть не только качество улучшилось, но и сроки выполнения работ не задерживаются из-за того, что не происходит должного контроля качества. На сегодняшний день это у нас самое крупное, самое технически оснащенное предприятие в своем сегменте. Вот лаборатория, вы имели возможность убедиться, она на сегодняшний день позволяет не только отслеживать и контролировать ход дорожно-строительных работ, но и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Благодаря такому системному подходу качество асфальта в крае становится все лучше. Так что хоть дороги и считаются извечной российской бедой, на Ставрополе их недобрым словом поминают все-таки все реже и реже.